Всем привет! Можно смело заявить, что машина занимает одно из самых важных мест в жизни человека. Эти транспортные средства – лучшие помощники для быстрых перемещений, путешествий и просто наслаждений поездками. Но вместе с тем, автомобили благодаря своим владельцам часто становятся прямыми участниками различных дорожно-транспортных историй и всевозможных забавных, удивительных, а порой и курьезных случаев. Вот сегодня предлагаю как раз посмотреть самые запоминающиеся из них. Готовы? Тогда поехали! Сложно определенно сказать, что было на уме у водителя этого белоснежного транспортного средства, когда он решил поцеловать мирно припаркованный автомобиль на обочине. Но столкновение вышло знатное. Уверен, такое редко можно увидеть в реальной жизни. Обычно автовладельцы очень трепетно относятся к своим верным железным коням. Но только не этот водитель, как видим. Человек, сидящий за рулем этого автомобиля, явно хотел показать все свои навыки вождения. Однако, судя по видеокадрам, что-то пошло не так, и операция оказалась практически на грани провала. Если человек сильно устал во время пешей прогулки, он смело может присесть на какой-нибудь пенек или камень. Как выяснилось, автомобили тоже могут отдыхать по схожему принципу. Пока для одних людей основную сложность вождения составляет парковка, для других это элементарный поворот. И больше всего поражает то, что водитель транспортного средства просто скрылся с места аварии. А вот еще один автомобиль, который, по всей видимости, не совсем вписался в поворот, тем самым изрядно потрепав свою собственную машину. Ну что ж, с кем не бывает. Вы всегда были уверены, что лестница предназначена для того, чтобы по ней поднимались и спускались пешеходы. Но, как оказалось, такого мнения придерживаются далеко не все, и особенно водители. Знаете, не стоит думать, что ваше рабочее место – очень безопасное место. Ведь, судя по видео, в любой момент может произойти все, что угодно. В данном случае никто не пострадал, что не может не радовать. Уже понятно, что с автомобилем часто могут происходить всевозможные курьезные ситуации. Но чтобы транспортное средство мчалось на большой скорости, опираясь лишь на передние колеса, это что-то новенькое. Вот я, например, абсолютно уверен в том, что никто из вас не хотел бы оказаться в такой вот ситуации. Ведь правда, друзья? В следующем видеоролике представляем вам еще любителя экстрима, который плевать хотел на все правила. В результате водитель проверил свои силы в таком необычном спуске. А вот еще по классике жанра. Время от времени каждый водитель любит наезжать на пешеходов. И дай бог, чтобы все закончилось благополучно. Научиться круто и профессионально дрифтовать не каждому по силам. В нашем случае все было бы здорово, если бы ни одно небольшое препятствие, появившееся на пути. Все транспортные средства очень отличаются друг от друга. Но я уверен, что вы и подумать не могли, что по трассе на колесах может передвигаться нечто очень похожее на летающую тарелку инопланетян. Правда ведь? И снова перед вами экстремал, который решил испытать свои силы в управлении автомобилем. Вот только не совсем все гладко у него получилось, поскольку некоторые детали авто просто отвалились после подобных попыток. Прежде чем все за роли выехать на оживленный участок дороги зимой, необходимо хорошенько очистить переднее заднее стекло. В противном случае придется делать так, как и этот водитель, что может быть вовсе небезопасно. Когда ты едешь за рулем, нужно быть предельно внимательным и собранным, поскольку на дороге могут происходить самые непредвиденные вещи. Вот, например, как в этом случае. Сложно представить себе ситуацию, при которой автомобиль мог бы оказаться в подобном положении. Но можно предположить, что водитель не справился с управлением. Если в твоем распоряжении есть какой-нибудь негабаритный груз, надо сразу решить, как именно ты будешь его безопасно транспортировать. В противном случае можно пострадать точно так же, как и водитель этого грузовика. К следующему видео даже комментарии подходящие подобрать сложно. Водитель этого транспортного средства явно забыл обо всех правилах вождения. Некоторые женщины по-настоящему уникальные создания. Особенно если это касается взаимодействия с автомобилем. Посмотрите только, что придумала эта особа. Прямо посреди дороги она неспеша решила почистить стекло от снега. Если вы хотите сэкономить на доставке и перевести кучу воздушных шаров на свой праздник в собственной машине, то лучше сначала несколько раз подумайте над такой идеей. Иначе можете повторить судьбу этого водителя. Не думайте, что только профессиональные каскадеры способны качественно выполнять сложные трюки, связанные с машинами. А вот еще один уникальный водитель, который решил продемонстрировать свои навыки вождения всем окружающим. В связи с тем, что это совсем не безопасно, лучше не повторяйте ничего подобного. Глядя на состояние этого транспортного средства, вообще удивляешься, как оно до сих пор может быть на ходу. И как водитель вообще смог везти эту машину. Конечно, когда ты едешь за рулем классной тачки, то чувствуешь себя очень уверенно и даже дерзко. Но все же не стоит забывать об элементарных правилах безопасности. Иначе сразу можно везти машину на ремонт. Пожалуй, нет ничего хуже, чем различные неожиданные ситуации, которые могут произойти где-нибудь на трассе. Этому водителю еще очень повезло, что летящее колесо просто перепрыгнуло его автомобиль. Совершенно неясно, зачем этой хрупкой девушке столько колясок и прочих транспортных средств. Но для их перемещения она придумала, ну уж очень необычный способ. Согласны? Интересная ситуация. Однако заодно и крайне обидная. Мало того, что машину понадобилось эвакуировать, так еще и страховочный трос наделал беды с капотом. Не повезло водителю, так не повезло. Для любителей малогабаритных машин представляем очень интересный вариант. Правда, не уверен, что в такой крохе будет удобно разместиться. Особенно, если вы и сами имеете немаленькое телосложение. Следующее видео наглядно демонстрирует, что не только с автомобилями могут происходить различные курьезные ситуации. Транспортные средства более скромных размеров также подвержены развитию самых необычных событий. Порой мужчины любят употреблять различные обидные фразы про женщин за рулем. Как бы печально не было это признавать, но некоторые представительницы прекрасного пола и правда часто создают аварийные ситуации. Приготовьтесь, следующие кадры точно не оставят вас равнодушными. Мало того, что машина сама по себе очень мощная и вызывает восхищение, так еще и ее прыжок можно смело было взять как эпизод какого-нибудь приключенческого фильма. Вот очень интересно знать, каким таким чудесным образом этот под заявку груженый автомобиль едет исключительно на задних колесах. Глядя на видеокадры, происходящее кажется просто невозможным. Некоторые водители настолько уверены в своих силах при вождении, что их не остановят никакие преграды. И владелец этого авто на трассе решил, что даже такие серьезные обстоятельства ему нипочем. Хочу представить вам еще одного уникального водителя, который явно думает, что в его силах все что угодно. Если же это не так, то становится довольно сложно объяснить, почему его машина имела именно такой внешний вид. Ну и напоследок скажу. Если на трассе у вас возникла какая-то спорная ситуация с водителем другого транспортного средства, не спешите распускать кулаки, как эти двое мужчин. Помните, что все можно решить спокойно, мирным путем. А махать кулаками – это дело последнее, как говорится. Субтитры сделал DimaTorzok